Пробка не из автомобилей, а из мотоциклов. Такую картину сегодня могли наблюдать столичные водители и другие участники движения. Свидетелем стал наш гражданский репортер. Огромное количество байкеров выехали на дороги Москвы, тем самым открыв сезон. Более 400 мотоциклов проехали по третьему транспортному кольцу. Ну, они-то ехали. Для колонны железных коней даже пришлось перекрыть часть магистрали. Водители так в сторонке ждали, пока проедут. Сейчас движение восстановлено и пробки позади. Байкеры сегодня вообще открывают мотосезон по всей стране. В Уфе все по-особенному. Туда приехали сами ночные волки во главе со своим лидером, хирургом столицы Башкортостана. Байкеры уже третий день. Программа у них более чем насыщенная. Ночные волки встретились с мотоциклистами, деятелями культуры и спорта. Провели лекции о патриотическом воспитании, безопасности мото-движения. И вот сегодня ночные волки проехали по улицам Уфы, сделали остановку у вечного огня, возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной. Вообще сегодня открытие мотосезона отмечает вся Уфа и вся, если смотреть по нашим новостям, страна. На центральной площади Уфы большой праздник, фаер-шоу, мото-конкурсы, спортивные соревнования, флэш-мобы продлятся до самого позднего вечера. Завершится это все должно фейерверком. Но давайте о впечатлениях и планах узнаем, собственно говоря, у лидера ночных волков. Александр Залдостанов с нами на прямой связи. Здравствуйте, Александр. Ну, я поздравляю вас с открытием нового сезона. Такое впечатление, что все дороги байкерам в России открыты. Вот 400 человек проехали по третьему транспортному кольцу в Москве, немножко парализовав движение, но потом выяснилось, что все-таки это санкционированная была акция. В Уфе вы свободно придвигались. Вообще когда-нибудь случались проблемы с организацией выездов? Или вам действительно везде дороги открыты? Ну, этого надо было заслужить, на самом деле. Чтобы такое уважение к себе, чтобы действительно дороги были открыты. Видимо, не зря небо коптим. И это, наверное... Поэтому такое уважение испытывают люди, сами клубы. Ну и вообще, собственно говоря, как и мэрия Уфы, например, и самая региональная власть, то же самое, не препятствует, скажем так. Вот сегодня тепло в звезде встречали. Очень много было людей. Такого, конечно, масштаба Уфа никогда не видела. Открытие сезона. Вот здесь много чего было. Лекций, конечно, никаких здесь не было. А вот проезд колонны, посещение вечного огня. И, конечно, мы привезли с собой часть программы, которую показывали на байк-шоу в Севастополе. Люди ее видели, очень оценили. На таком эмоциональном подъеме я, впрочем, ходить не мог по городу. И ехать даже никуда невозможно было. Стартовать невозможно. Настолько чувствовал отношение людей к себе, лично к клубу. Сегодня мы предоставили еще в город наш огромный, конечно, символ. Вот это рублено из железа в морду Волка, сделанное из большого грузовика, которая была на последних байк-шоу на всех в Севастополе. И, конечно же, здесь она была, ее видели впервые. Вот такой огромный объект, черный, такой красивый, брутальный, безусловно, украшенный цветами. И ехал вместе с колонной, с патриотической музыкой, той, которая звучала на байк-шоу. Это было очень, ну, такое запоминающееся, конечно, действие. И колонна была, вот я не видел конца, ехал первым на мотоцикле, и я не мог понять, где она заканчивалась. Вот объясните мне, как вы считаете, почему? Почему растет число байкеров? Это исключительно ваша заслуга, как в протвижении патриотического воспитания? Ну, прежде всего, конечно, значит, их волков. Мы родили что-то совершенно особенное, понимаете, вот, и направили совершенно по другим рельсам. Это едет не туда, куда, как это едет все, там, у американцев. Пожалуй, да, эта культура была взята из Америки. Но здесь она таким чудесным способом каким-то, вот она была трансформирована в что-то совершенно свое. Очень патриотичная, духовная даже в какой-то мере, да, безусловно, сильная, которая вызывает в себе уважение, которая мотивирует, заставляет совершать поступки. Вот, это люди чувствуют, это люди понимают и хотят тут же к этому быть сопричастны. Понимаете, отсюда такое, наверное, отношение. Вот, я на самом деле был очень, ну, как бы, ну, действительно счастлив сегодня ехать вместе с моими братьями по этому городу. Вот, и чувствовать такое внимание к себе. Александр, вот вы, имея такую власть над таким количеством людей, таким количеством поклонников вас, вашей вот сферы деятельности, вы проводите с ними какую-то, я не знаю, просветительскую работу с тем, чтобы мотоциклистов на улицах нашей страны не называли хрустиками, чтобы они уважали правила дорожного движения и следовали им, не раздражали своим бесчинствами остальных участников движения. Ну, во-первых, я имею не власть над своими братьями, да, а уважение. Это достаточно разные вещи. И по уважению достигают... Ну, тем более, если уважение, тогда, конечно, они должны прислушиваться к вашему мнению. Конечно, и это не лекциями добивается, а поступками. Вот сами поступки говорят за себя. Поэтому здесь из-за этого, конечно, люди, ну, поэтому и уважают, испытывают в тебе такой, ну, скажем так, пиетет. Это, что касается хрустиков, да, конечно, понятно, что количество транспорта на дорогах увеличивается, увеличивается количество мотоциклов, да, все это, скорость жизни сама увеличивается. И, безусловно, мотоциклы, естественно, становятся с каждым годом мощнее, быстрее. И, безусловно, этот мотоцикл самый большой провокатор, который, ну, вряд ли с чем сможет сравниться. И здесь нужно иметь, конечно, холодный рассудок, а ты управляешь этим мотоциклом транспортным средством. Чем-то под себя подбирать тот характер мотоцикла, который соответствует ему. И, конечно, иметь, значит, уважать других людей. Не знаю, я вот когда еду на мотоцикле, я всегда встречаю человека. 99% случаев либо радостные лица, либо улыбки, либо какие-то вот позитивные эмоции. Вместо хочется ответить тем же самым. И здесь уже больше думаешь не о себе, думаешь о том, чтобы от тебя людям передавалось то же самое. И это они не чувствуют, не знаю. Ну, во всяком случае, вот у меня проблем на дорогах нет. Я с быковством и хамством не сталкиваюсь в последнее время. В последние годы я хотя бы много езжу. Вот, поэтому, конечно, может быть, этому способствуют наши многочисленные акции, которые мы делаем. Конечно, безусловно, этому сильно способствовал Севастополь. Наша деятельность, наши вот эти вот 7-летние байк-шоу, которые мы там проводили, которые были исключительно патриотическими, не преследовали никакой другой цели, кроме как помочь людям, да, и которые, ну... Наверняка у нас будет еще масса поводов поговорить как раз о патриотической стороне вашего движения. Но еще раз, оповая на то уважение, которое ваша личность вызывает у людей, которые садятся на мотоциклы, в день открытия мотосезона в России, я прошу вас обратиться к ним с призывом все-таки соблюдать правила дорожного движения и соблюдать не ранее чувства других вообще участников движения. Я призываю это делать всех, соблюдать правила движения. Они написаны кровью. Поэтому, если вы приведете к нам, баксандр, и посмотрите на стены, да, у нас половина людей, которые там висят на фотографии, уже нет в живых. И одно дело погибнуть за родину, умереть, да, отдать свою жизнь, а другое дело отдать свою жизнь в бытовухе или просто в ДТП. Спасибо большое, Александр. Спасибо, надеюсь, вас услышат, вас и нас. Спасибо. На прямой связи был лидер ночных волков Александр Залдостанов. Лидер ночных волков Александр Залдостанов. Спасибо.